вы кстати сказали насчет того что европейцы не хотели ведь существует такая теория эта теория не московских каких-то там политологов каких-то кремлевских демагогов а нам хомский так говорит что на самом деле сейчас то европа является вы сказали что раньше восточной европы это были сателлиты советского союза а сейчас европа является сателлитом соединенных штатов из присутствует но оккупационные войска ведь мы же помните германии это она была оккупирована союзниками четырех стран и фактически эти базы так и остались американские оккупационные вы конечно скажете что германский народ радостно приветствует присутствие иностранных войск на своей территории но по всей европе есть американские базы но я бы по-другому вопрос за а почему не там присутствует почему почему защитить от русского медведя почему центральные страны черногория только в балтийские страны почему мы все стучались в дверь на той европейской вот я бы хотел чтобы российский зритель он об этом подумал почему это никто нас туда не толкнул и что случилось с крымом сейчас только еще раз подтверждает для большинства населения не только балтийские страны центральной европы что как раз расширение или вступление в весе нато нам помогло сохранить нашу безопасность с другой стороны мы никогда не закрываем дверь и наоборот мы заинтересованы нормальными отношениями с россией потому что вы были есть будете нашими соседями никто никто вас не поменяет можно там женой там раз разойтись с партнером разойтись но соседом так уже так уже жизнь у нас построенная я надеюсь что все таки я помню сейчас есть могу такой вот вспоминание когда первый раз мы поехали в не в крыму так что мы не был хотел дадим с этим мире тоже не мы когда приехали не был многие литовцы ездили любили крым и ялту я даже когда мы приехали сюда у нас была мечта супругой один выходной поехать в крым сейчас вот уже не сможем сожалению почему это будет расценено как у меня некое заявление были не но конечно это было бы это было резко заявление и конечно мы не признаем нелегальной инъекции но что хотел отметить когда мы когда мы ехали в в сибири в красноярском крае там ходили с такая миссия сибирь у нас инициатива молодежь она ездит каждый год уже на 10 лет году было 10 лет ухаживает за могилами литовцев которые там сосланы при прессе всего 150 тысяч который погибло и мы там ходили по рядом с рекой маны красноярский край и слогом литовским там в лесу и три рыбака и идут и смотрит на нас смотрит не может поверить а вы откуда вы что здесь делаете ну вот приехали из литвы второй вопрос а почему русских не любит откуда это откуда у вас любит на ворот мы любим мы можем там не любить сталина из-за чего тут все были высланы но вы люди любим так мы с ними подружили и начали говорить там оказывается из этих трех когда спросил у них вы кто такие в сибиряки и не говорю ну в корне ваш это один был украинец второй был немец который между прочим после соединения германии вернулся в германию но там не жился и вернулся обратно и третий был по моему грек вообще все русские все русские сибиряки сибиряки так что здесь я думаю есть много нагнетания такого политического с обоих сторон неизбежно но я надеюсь и только пожелал чтобы мы друг друга чаще посещали посещали гостили и больше друг друга понимали и уважали и было очень интересно побеседовать с евгением который является само собой уже интересная личность но как-то я надеялся что не будет присутствовать так уже политика в нашем разговоре надеялся больше больше такого разговора там о ценности личности других вопросов но наверняка это уже реальность нашей жизни что политика она присутствует к сожалению даже в культуре и в спорте и в других средах только хотел пожелать чтобы все журналисты европы россия особенно представляли как возможно много разных мнений чтобы не чувствовали себя фронтовиками информационной войны а чувствовали себя и вели себя как особенно важными представителями четвертой власти представляя объективное мнение не боясь критиковать одну или другую сторону добрый день друзья не добрый день во мне другим я беседовал с ушатскасом когда он возглавлял представительство евросоюза в россии и ему прочили карьеру его видели будущим президентом литвы у него была группа поддержки в республике обратите внимание что он очень ловко манипулирует понятием подменяет когда он говорит о воле стран которые захотели вступить в нато он имеет ввиду элиты а вовсе не электорат он конечно грамотный политик и стало быть дима бог с ним было любопытно разговаривать но к сожалению формат этой передачи важная персона он не предполагал комменты со стороны интервью это было бы неэтично я сейчас спустя там сколько лет восемь девять прошло со времени этой беседы не считаю возможным жестко комментировать высказывание своего собеседника но акцентировать мой вот этот момент акцентировать внимание на подмене понятия это очень и очень существенно воля народа отнюдь не всегда совпадает с волью элит даже когда мы говорим о так называемых демократиях когда диктатор это все там как бы понятно очевидно но вот имеется ввиду что эти страны демократичны потому что они избираются правительство ну смысл руководящая партия которая набирает большинство голосов формирует кабмин допустим уже решает как бы реализую волю народа и совсем так то есть совсем не так допустим он упоминает нам тоже черногорию ну я бывал в черногории много раз и не доводилось общаться и с таксистами и с людьми сферы обслуживания разные там настроение вовсе не единодушно они стремились над несмотря на что там достаточно мощный такой идет информационный прессинг там картинка совершенно сформируется в общем особым образом и это кстати очень существенно для наших так называемых деятелей культуры которые живут на западе они большинстве своем имеют там хоть недвигу очень много времени проводят на западе и воспринимают в ту картинку от меня с никитой высоцким довелось недавно беседовать он рассказывал про отца его события 68 года то есть а нет это даже он не про чехословакию говорил это он говорил право вот наших войск в афганистан так называемого ограниченного контингента да когда наши вошли в афганистан он был у марины власть в париже и он всю эту картинку воспринимал через призму французских средств массовой информации то есть эти горящие наши машины разбомбленные кишлаки трупы детей женщина бла-бла-бла и он просто хотел ехать нижней но горький к академику сахару писать там какое-то совместное заявление выступать рвался из парижа и его просто отговори скажи что не надо этого делать я сказал ну тогда надо ехать туда ну имеется ввиду в афганистан но я про воздействие медийной картинки на мозги надо это учитывать когда деятели культуры так называемые все эти наши актеры певцы режиссеры писатели поэты и так далее делают те или иные заявления не надо думать что это исключительно конъюнктура некоторые из них вполне искренне слушает то что говорят по телевизору читая газеты читая телеграм-каналы определенные они видят картину не вполне адекватно я так вижу адекват но я считаю что право высказываться о событиях в украине имеют только те кто съездил туда съездил на юго-восток кто был на аллее ангелов донецке кто беседовал с людьми которых восемь лет в ссу в рамках так называемая а то антитеррористической операции просто уничтожали убивали там убивали людей и у нас молчали правил следствие договорняка вот так называемых митских соображений где нас просто кинули позже выяснилось вот если чек туда съездил и после этого он считает что украинский режим не надо трогать и пусть украина остается в том виде в котором она есть я такого ни одного не знаю но все он после этого сделает такой вывод ну значит это осмысленное прочувствованное решение а возвращаясь к ушатскасу надо понимать что люди которые решают за других люди которые идут во власть это почти всегда манипулятор помните об этом поговорим про элиты сейчас что российская элита в целом вот как вы сказали она вот полностью сориентирована но они западные на западных своих детей у западных в лондонах они деньги хранят там они в общем вообще целиком они хотят быть в европе поэтому поэтому еще раз возвращаясь к тому что в первых как вот можно бояться россию когда вы понимаете что элита в целом то есть правящий класс сейчас разделяет те же самые установки что и вы лично и союз которым вы с сын не лет управляет не западные западные это управляет полностью и и имею ввиду то что решение прямо и принимается не по западному если так можно сказать и здесь как раз исток этого недоверие знаете вот ваши ваши элитные как называется олигархи или я их очень уважаю они не только является западниками но они во-первых являются патриотами россии они все пытаются уйли как ну это действительно рили с кем я общаюсь все-таки знаете у них такие возможности что они могли смотаться там в западных там ждут их там дамут в клуб они станут я там уже открытыми руками да да западе знаете очень прагматично все на все вы же были и в других странах и в европе клуб мы любим россиян особенно если не деньги привозят и не возят обратно это нормальный нормальный подход такой материальный финансовый но независимо от того все-таки ваши крупнейшие финансовые экономические лидеры они они остаются в россии они переживают за россию не чувствует ответственность за россии но как принимается решение когда они ко мне приходят ко мне ко мне к моим коллегам они уговаривают опять-таки бывая патриотами россии там что решение неправильно делать европейский союз они делает все за правительство россии но когда я им говорю ну а вы это говорите своему руководству мнение у нас другие правила мы это не говорим здесь это уже это уже не по-западному не по-европейски в том смысле что нету как-то называется россипросити нету взаимоответственности да может быть между руководствами было очень интересно побеседовать с евгением который является сам собой интересная личность но как-то я надеялся что не будет присутствовать так уже политика нашем разговоре надеялся больше больше такого разговора там о ценности личности других вопросов но наверняка это уже реальность нашей жизни политика она присутствует к сожалению даже в культуре и спорте и других средах только хотел пожелать чтобы все журналисты европы и россия особенно представляли как возможно много разных мнений чтобы не чувствовали себя фронтовиками информационной войны а чувствовали себя и вели себя так особо на важными представителями четвертой власти представляя объективное мнение не боясь критиковать одну и другую сторону